В чите школьницу отправили в СИЗО по делу о граффити. Смерть режима, оно так называлось, это любовь Лизунова, так вот меру пресечения, подчеркнуть, десятиклассницы ужесточили с домашнего ареста на СИЗО. Граффити, я напомню, было нарисовано на одном из гаражей. Как вы считаете, это такой, ну, во-первых, можно ли подвергать какому-то судовому преследованию несовершеннолетнюю, а вот с вашей точки зрения это такое расширение возрастного спектра для устрашения тем, кто еще может пытаться протестовать, как вы считаете? Ну, знаете, дело даже не в этом, дело даже не в протесте. На днях освободили в Уфе из СИЗО мальчика Костю, который отсидел в СИЗО два года с 15 лет. Ему было 15, когда его посадили, причем его взяли вместе с мамой, у мамы были наркотики, но Костю посадили вместе с мамой, а на 15-летних и на 16-летних эта статья вообще не распространяется. Более того, его осудили, ему дали три года, и пришлось применить адвокатам какие-то сверхъестественные усилия, чтобы заставить судью почитать закон. Прочитать закон, где написано, что нельзя сажать по этой статье 15-летних детей. С Любовью Лизуновой история гораздо более сложная и, к сожалению, гораздо более очевидная. Она в своем юном возрасте уже политическая, а тут, конечно, нет никакой жалости к врагам режима. Это очевидно. И, судя по всему, конечно, речь идет о получении ее реального срока. Мы видим сейчас усиление жестокости, особенно по отношению к женщинам. Посмотрите, все последние аресты, все последние громкие приговоры касаются женщин. Усиление срока Лилии Чадышевой на два года с 7,5 до 9,5 лет. Аресты журналисток, которых обвиняют в том, что они имели связи с экстремистской организацией, с ФБК, а они не имели. Они журналистки и выполняли свою обязанность. И в Москве, и в Уфе, кстати говоря, в Уфе особенно зверствует губернатор Радий Хабиров, который очень много лет считался кремлевским таким теневым серым кардиналом, даже таким черным кардиналом, который управлял на самом деле всей внутренней политикой, а потом он попросился на ханство. И далее ему, собственно, в ханство Башкортостан. Все больше и больше школьников, и детей, и девочек. Девочек, молодых женщин. Это сейчас основная категория новых арестантов по политическим мотивам. Это совершенно удивительно. И такое ощущение, что совершенно осознанное действие, такой настоящий такой, взять на настоящий испуг вообще все общество. Если не жалеют ни детей, ни старушек, ни молодых женщин, то что же, о вас-то чего думать-то? Идите лучше вон на войну. И будете молодец. А может, это, знаете, с целью оккупировать такой любой женский протест делается еще? Возможно, потому что вот это возрождение тоже, оно-ка девушки. Вот это вот все. Женщина должна рожать, не должна учиться, не должна строить карьеру, и слушать мужа, и все такое. И быть машиной по производству нового пушечного мяса. Это, конечно, в тренде. И, кстати сказать, конечно, одновременно гонение на феминисток, объявление в их розыск. Буквально вот в начале этой недели были объявлены в розыск две очень известные феминистки, российские. Это Залина Маршинкулова и писательница Дарья Сиренко, такой ярко-феминистической направленности. И они были объявлены в розыск именно за феминизм. Феминизм считается просто одним из главных врагов российского государства.